Правительство Башкортостана окажет содействие в передаче земель лесного фонда горнолыжному комплексу Мрадкина. О таких перспективах говорили на встрече первого вице-премьера правительства Андрея Назарова с инвесторами и руководством Белорецкого района. В конце прошлого года концепцию развития всесезонного семейного курорта Мрадкина представила группа компаний «Садовое кольцо» из Московской области. Инвесторы намерены создать на территории горнолыжного центра один из крупнейших в России курортов с возможностью приема до 250 тысяч туристов в год. Объем частных инвестиций в проект ожидается на уровне 6 миллиардов рублей. Предполагается, что в Мрадкина увеличат количество горнолыжных трасс, будут построены санаторный комплекс, гостиницы с концертным и конференц-залами, а также необходимая инфраструктура. Проект предлагается реализовать на основе государственно-частного партнерства в форме концессии. Однако часть территории уже отдана в аренду под автодром Белорецкой автошколы ДСАА, в которой по наблюдениям инвесторов не используется. Андрей Назаров предложил рассмотреть пути решения проблем на ближайших рабочих совещаниях. На совещании на следующей неделе, да, вот этот вопрос надо по энергообеспечению сразу поднять, да, ну и вот все вопросы по участкам, чтобы, ну и дорожную карту, да, нам, да, чтобы двигаться, да. Хорошо, Садовое кольцо можно не вызывать на следующей неделе на совещании, без них сядем, свои вопросы внутренние сначала решим, а потом уже Садовое кольцо пригласим, когда дорожная карта будет готова. Договорились? Ну и для информации, специализированный застройщик Садовое кольцо Уфа зарегистрировано 17 июня 2019 года, уставной капитал 527 миллионов рублей.